Три дня, три аншлага. Шаман триумфально выступил в Москве. Кокошники, стразы и красные сердца гости получали при входе. Были и те, кто пришли со своими. А вот такая атмосфера царила на подступах к концертному залу. Чтобы попасть на весенние концерты шамана, его поклонницы не только заранее покупали билеты, но и тщательно планировали свой бюджет. Ведь многие приехали в Москву из других городов. Зашаманиться – это фактически заразиться. Это болезнь. В ожидании весны Александра Хохлова кормила кур, чистила снег и слушала шамана. Женщина живет в самарской глубинке. После потери мужа, вместе с которым они прожили 40 лет и смерти старенькой мамы, она живет одна. Все хозяйство на ней. Помогают взрослые дети, но они давно разъехались по большим городам. От стрессов и одиночества у женщины возникли проблемы со зрением. Настоящей отдушиной в ее жизни стали песни шамана. Хороший человек, больше никакого не зовешь. А на сцене от него даже искры летят. Мы решили устроить сюрприз Александре Владимировне, пообещав ее привезти и провести на концерт в Москве. Она еще не знает, что впереди ее ждет встреча с Ярославом. Так зовут шамана. Привет, Москва! Наконец-то доехали. Это Новомосковск. Город под Тулой. Серые многоэтажки, невзрачные подъезды и гигантские градообразующие химзавод. Здесь родился и вырос Ярослав Дронов, известный сегодня как шаман. Ярчик здесь в этом доме. Их зона отдыха. Поляна. Играли. За домиком детский сад, куда он ходил. Бегали. В магазин пойдешь или мусор, сумочку возьмешь, все, помогу. Так вот. Обаятельно. Ярослав начал печь четырех лет. Каждую неделю новый конкурс. Его родители вспоминают, квартира была переполнена всевозможными призами и подарками, которые мальчику вручали за победы. Нам давали вот таким образом. Либо какой-то кубок, либо какие-то дипломы, либо там просто какие-то призы в виде телевизоров. У нас их было очень много. На каждом конкурсе телевизор. Мы в школу их отдавали. В школе телевизоры охотно брали. Но проблем у Ярослава меньше не становилось. Из-за постоянных разъездов у него было мало друзей. Да и успеваемость так себе. Были проблемы. Некоторые учителя как бы понимали. Некоторые учителя не понимали. И одноклассники тоже относились, что он какой-то не такой, как все. Он там мычит что-то себе под нос. Он ненормальный. Ну, как бы я же рядом была. Поэтому я говорила, все будет хорошо. В неуклюжем подростке сегодня с трудом можно узнать любимца женщин-шамана. В Новомосковске, где проживает чуть больше ста тысяч человек, его знают почти все. Кто-то вместе учился, кто-то рядом жил. Кстати, в музыкальной школе, куда ходил за знаниями Ярослав Дронов, не очень довольны его сценическим псевдонимом «Шаман». Немножко недовольны вот этой кличкой его, или там как это вот имидж, псевдоним этот. Нам не нравится, он ему не подходит. Ну, не знаю, как-то вот. Не вяжется он, этот псевдоним с ним. Совсем другой ребенок. Чтобы пробиться на большую сцену и собирать аншлаги в Москве, шаману потребовалось почти 15 лет. Знаете, такая теория заговора, что еще Ванга предсказала появление белого шамана. Вот мне кажется, это под него и придумали, что якобы Ванга что-то там где-то сказала. Белый и шаман. Сразу белые волосы, псевдоним шаман. Блин, да он мессия. Да это не столько мессия, ребят, это просто очень круто проработанная пиар-концепция. Всероссийская известность обрушилась после появления хита «Я русский». Возможно, именно шаман сейчас главный певец страны. Мне нравится, что люди меня любят. Вот это я могу одно сказать. А популярность или успешность – это все какие-то слова из другого котла. Мне нравится, что я чувствую, что люди меня любят. Мне этого достаточно. Шаман дает 100 концертов в год, а билеты на его новое шоу уходят за несколько минут. Я считаю его очень талантливым, бесконечно харизматичным. И сегодня он в тренде не потому, что вот он просто хорошо поет, а он вкладывает в это и любовь к России, и любовь к зрителям своим. Я его люблю, он хороший парень еще, кроме всего прочего. К мартовскому шоу команда Ярослава Дронова готовилась несколько недель. Певцу пошили новые костюмы и для одного из выходов подобрали парик. Я не умею ругаться, я не умею скандалить или просто повышать голос, кричать. Но я умею посмотреть. Александра Хохлова пришла на концерт за два часа до его начала. С собой она привезла малиновое варенье в надежде передать его шаману. Узнав о том, что женщина приехала за тысячу километров, шаман пригласил ее в гримерку, чтобы поздороваться. Для пенсионерки из Самарской области это стало настоящим шоком. Я к вам на концерт приехала из Самарской области за тысячу километров. Цветы, цветы вам, а я вам варенье решила привезти. Спасибо большое. Рядышком сердечко. Варенье шаман забрал. На московских концертах с потолка на поклонниц падали конфетти, лепестки роз и воздушные шары. Всем зрительницам раздавали тюльпаны, зал хором пел его песни. Сбылось то, во что когда-то не верил маленький Ярослав, но всегда верила его мама. Я верила всегда, что это так и будет. Я ему каждый год говорила, что в следующем году мы уже будем в Москве, в следующем году мы уже с тобой как бы скептически относились к моим этим высказываниям. Но я наоборот верила всегда. Я ничего больше другого не видела. В следующем году Ярослав Дронов собирается повторить свой весенний успех. Билеты уже в продаже. То есть за год до концертов. И раскуплено больше половины. И это точно не слухи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова